Мы поиграем. Ты назовёшь меня идиотом. Я попытаюсь остановить оскорбление. Если у меня получится, выиграю я. А если не получится, и ты продолжишь меня оскорблять, выиграешь ты. Цель — не сдаваться. Назови меня идиотом и издевайся надо мной. Обзови меня. Ты идиот. Что-что? Ты идиот. Ты идиотка. Ты урод. Мне так обидно. Ага, как будто мне не плевать. Я на тебя настучу. Ну, конечно, коротышка. Я выше тебя. Заткнитесь! Назовёшь меня идиотом, я тебе свертухи врежу. Какая разница, можешь делать что угодно в этих шмотках. У меня крутая одежда, понятно? Ага, мистер Клетка и Жилетка. О, смотрите, у тебя есть глаза, да? Хватит хамить. Меня бесит твоя рожа. Хватит хамить. Ненавижу блондинов. Похлопайте ей, она умница. Не уходи. Молодчина. Я не смог тебя остановить. Ты молодец. Социологи изучают травлю десятки лет. Просто называют её не буллингом, а доминирующим поведением. Это когда люди пытаются превзойти других. Как и в животном мире, мышление альфа-самца распространено в учебных заведениях. И если рассматривать это поведение с точки зрения доминирования и попыток подавить окружающих, мы сможем понять, как справиться с буллингом. Так мы поймём, что это. Все эксперты по буллингу согласны в одном. Буллинг — это неравенство. Это когда кто-то пытается вас подавить. Человек хочет вас победить. Эксперты говорят, что это неравенство. А я скажу так. К примеру, вам говорят. «Я тебя ненавижу!» Если со злостью ответить... «Заткнись!» Ему понравится. «Нет уж». «Ненавижу тебя!» «Плевать!» «Мне обидно!» «В этом и прикол, дебил!» Чем больше вы расстраиваетесь... Чем сильнее вы злитесь, тем им веселей. «Но что будет, если мы устоим?» «Тогда что бы ни сказал хейтер, нам плевать!» «Я тебя ненавижу!» Круто. «Ты воняешь!» «Ты мерзкий!» «Спасибо, что сообщил!» «Ты уродливый!» «А у тебя ангельское личико сладкий!» «Хотя это уже слишком!» «Но было бы так круто, если бы вы, жертвы постоянных нападок, издевок или буллинга, решили не расстраиваться, стать толстокожими, позволить злым словам окружающих отскакивать от вас, как мячики, и не слушать других людей!» Некоторые спрашивают, «Брукс, а разве у человека не должно быть высокой самооценки, чтобы так суметь? Разве им не нужны уверенность в себе или чувство собственного достоинства?» «Нет, не нужны!» «Если объяснить ученикам, что буллинг — это всего лишь игра с победившим и проигравшим, и что победить можно, не расстроившись, и тогда обидчик проиграет, а люди не любят проигрывать, поэтому он оставит тебя в покое...» «Если объяснить это ученикам, то все просто и конкретно, без запутанных эфемерных абстракций. Все просто. Не обижайся, чтобы ты не услышал. Это нелегко. Но логика здесь очень простая. Важно знать следующее. Говоря буллинг, я имею в виду лишь те моменты, когда вас обижают. Если вы будете понимать, что буллинг — это когда вас обижают, то решение простое. Но некоторые считают, что буллинг — это не просто обиды. Некоторые считают, что буллинг — это насилие. «Я объясню доходчиво. Под словом буллинг я не подразумеваю драки. Я считаю, что когда вас кто-то бьет, вы должны расстраиваться. Это не буллинг, а нападение и побои. Не надо молча стоять. Все путем». «Нет, чел, если кто-то тебя бьет по лицу, можешь злиться, это преступление. Это не буллинг. Это преступление. И это наказуемо. Если ваша жизнь в опасности, вы должны ее защищать. Попросите о помощи». Сыграем еще раз. Те же правила. «Назови меня идиотом и не давай меня тебя остановить». Продолжай хамить. Скажи, что я идиот. «Ты идиот». «Считаешь меня идиотом?» «Ага». «Да, иногда я поступаю глупо». «Да, ты всегда делаешь глупые вещи». «Знаю. Тебе повезло. Ты умная». «Да, я такая». «Ты супер». «Спасибо, а ты нет». «Знаю, мы уже это определили». «Мое счастье не зависит от твоего мнения. Я счастлив, даже если ты меня ненавидишь». «Окей». «Я всегда буду с тобой вежлив, зайка». «Окей». «Нет». «Разве она не прелесть». «Спасибо». «Не за что». «Я выиграл, аплодисменты, было круто». «Всем людям нужно научиться этим навыкам». «Потому что везде встречаются злые люди». «Я узнал, что если побудить детей самостоятельно решать социальные проблемы, происходит три вещи. Во-первых, растет их самооценка, растет уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Все эти слова относятся к ним самим. «Нельзя это делать за ребенка, он должен сам». «Только когда он сам решит проблему, вырастут его самооценка, уверенность и чувство собственного достоинства». «А это и нужно нам». «Все жертвы буллинга заслуживают обучения самостоятельному решению социальных проблем». «Нам надо двигаться в этом направлении». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова